И как правильно сказал наш ведущий, действительно хочу немножко, не то чтобы рассказать, я хочу поделиться некоторыми любопытными фактами и может быть даже впечатлениями, которые я получила во время изучения и знакомства с историей города Кургана. Ну, наверное, это не только город Курган, о том, каким он был в 20-е годы прошлого века, скорее всего, вам будет интересно, ну и мне тоже, соответственно, какими были курганцы, то есть, ну, самое простое, по каким улицам они ходили, как они отдыхали, как проводили свое свободное время, какие продукты они покупали, как они одевались, от каких болезней они болели, страдали и так далее. Единственное, конечно же, вот в свете предыдущего выступления сегодня не могу вам сказать, что они чувствовали, какая у них была самооценка, были ли они счастливыми, потому что, конечно, до таких источников, это довольно специфические тексты, я еще не добралась за так называемые эго-документы, с ними вообще, конечно, плохо, не сохранилось и очень мало единичных воспоминаний, дневников, по которым мы могли бы узнать. Но, тем не менее, информация есть о том, какие были курганцы, все, что я выше перечислила, это в исторической науке называется очень емко, история повседневности, очень популярная, довольно такое направление на сегодняшний момент. Ну, давайте быстренько определимся с вами в пространстве, для историка это важно. Ну, конечно, не будем вникать, административно-территориальное отделение, принадлежность города Кургана, они постоянно менялись. Вот, самое главное, город Курган, он, конечно, был не в тех территориях, привычных нам, но именно в 1920-е годы он расширился. Ну, представьте, вот территория в районе спорткомплекса «Юность», она вошла в городскую черту, затем это вот где сейчас находится Академия труда и социальных отношений, представили, да, там еще у нас рядышком Звербанк, затем перенесемся в другую сторону, это у нас бывшая деревня Шевелева или Шевелевка тоже вошла в состав Кургана, швейная фирма, то есть городская черта довольно вот расширилась. Ну, может быть, более привычно нам стало, вот как мы сейчас Курган, конечно, значит, представляем. Вот, ну, собственно говоря, почему именно НЭП, вот это, я напомню, 1921-28-29 годы, время довольно противоречивое, время, я думаю, даже странное, я думаю, все-таки, наверное, современники, жители Кургана в тот период, они все-таки наблюдали очень странные явления, очень противоречивые, и быстренько напомню, представьте, что это конец гражданской войны, война это всегда разруха, в полном упадке, ну, все почти, да, сельское хозяйство транспортом, значит, никакая торговля не ведется, да и, собственно, там период, так называемый, военный коммунизм, когда все товарно-денежные отношения отменены, и вот, собственно, вводится эта, значит, политика по инициативе Ленина, цели вы видите, да, собственно, вот таким целем стремились, и, конечно, город Курган попал тоже вот в этот, так называемый, водоворот, чтобы представить, что здесь происходило, вновь, как, извините, как в старые добрые царские времена, курганцам было разрешено, ну, открывать какие-то лавочки, хотите каким-то делом своим заниматься, предпринимательством, пожалуйста, вам опять это разрешают, опять, пожалуйста, хотите там, что-нибудь, вы там, не знаю, масло взбили, приготовили, пожалуйста, идите там, или скот вырастили, пожалуйста, можно опять идти торговать на рынке, соответственно, раньше все это было запрещено, и найм труда, и собственность была отменена, то есть вот это такой был, скажем так, тактический ход для того, чтобы, как мы выше видели, значит, восстановить экономику, но при этом эти люди, которым все это было разрешено, они, конечно, были все равно, как бы, в социальном смысле, люди второстепенными, на них обваливался такой шквал, значит, ну, скажем так, негатива, то есть там и травля в печати, и лишение определенных, значит, прав, как бы мы сейчас сказали, гражданских прав, потому что действительно, например, такие люди не могли голосовать, они не могли сделать карьеру, им все время указывали на то, что они вот временно, они, значит, будут лишними, да, то есть представьте, да, вот пестрая структура, их называли презрительно, называли Непманы, называли Софбуры, ну и так далее, и рядом ходили те же самые, там, например, рабочие, которые, значит, делали революцию, крестьяне и так далее, довольно пестрый состав. Ну и, конечно, первое, с чем столкнулись курганцы, это, конечно, жуткий голод, его в литературе вообще в исторической называют голодомор, цифрами я, конечно, вас грузить не буду, но первое, конечно, это действия властей и всей общественности, в том числе и зарубежной, потому что были созданы, значит, и американская организация помощи голодающим и в Берлине тоже, и в Москве и так далее, вот различные организации, вся общественность, они кинулись на спасение, конечно, голодающих, в частности, вот компания по изъятию церковных ценностей, она в том числе была направлена именно на то, чтобы вот все эти вещи, значит, богатство церковное, скажем так, их обменять на деньги и купить банально, не знаю, хлеб, кукурузу, рис, потому что не хватало самых элементарных вещей, безусловно. Но если с голодом более или менее справились власти, то, конечно же, самые главные проблемы, с которыми столкнулись курганцы, это были бытовые проблемы. Опять же, напомню, война только что закончилась, естественно, там никакого строительства нет, одни разрушения, и, конечно же, в первую очередь, ну, во-первых, не хватало предметов первой необходимости, то, что для нас это вещи такие элементарные, то, что мы с вами, там, не знаю, мыло, спички, какая-то мануфактура, соли, другие продукты, тоже, да, представляете, если вовремя не купить, это тоже сразу же, да, напряг такой, да, в быту появляется, а для прошлых поколений это была острая необходимость. Такие вопросы, как где жить вообще, ну, например, как согреться, как помыться, где постирать, вообще, что приготовить и как приготовить, вот это были самые главные проблемы, с которыми курганцы столкнулись в то время, наверное, такое слово, может быть, вы слышали в литературе, это уплотнение, когда, вот в данном случае мы видим усадьбу у купца Березина, сейчас там отделение Курганского областного художественного музея, филиал, вернее, вот, ну, тогда, конечно, все свободные площади, они были заняты людьми, приходилось жить, ну, ладно, плохо отапливаемые помещения, ну, по крайней мере, крыша головой, ну, представьте, семья, 5-6 человек, может быть, 8, она ютилась в маленькой комнатке, ну, и самое главное, бывали такие случаи, когда комнаты были проходные, то есть, представьте, да, вот еще мимо вас ходят какие-то люди, да, и непонятно там, ну, ладно, туалет на улице, но там все тоже и в грязи, и так далее, и в навозе, и в мусоре, ну, в общем, готовьтесь, я вам не очень приятные картинки буду рисовать, на самом деле. Так, ну, это тоже вот такая фотография, кстати, фотографии очень трудно найти, именно 20-х годов аутентичные фотографии, ну, вот, посчастливилась, пожалуйста, знакомая всем площадь, значит, заросшая бурьяном. Кто изображен здесь, я, конечно, не могу сказать, на самом деле. Действительно, вот эта проблема была санитарно-гигиеническая, как следствие, да, которое стало довольно острой, потому что и документы, и газеты того времени, в частности, Красный Курган, значит, пишут о том, что невозможно по улицам ходить, ну, ладно, грязь, мусор вообще непонятно, где сваливается, навоз, потому что основной это транспорт, это гужевой транспорт, да, навоз и так далее, поэтому, конечно же, а еще добавьте к этому плохую освещенность улиц, да, а еще не поверите бродячие собаки. Бродячие собаки, вот я сама удивилась, такой бич просто, как-то напасть было на курганцев, потому что буквально каждый год наши власти издавали постановления, которые обязывали не выпускать безнамордников собак, следить за ними и так далее, угрожали разными штрафами, и тем не менее, все новые-новые случаи укусов, да, то есть вот еще, да, попробуйте прогуляйтесь по такому городу. Вот очень интересная карикатура, обратите внимание, 28-й год, уже конец НЭПа, насколько остроумно, да, казалось бы, и мы во многих ведь статьях научных про НЭП, мы с вами прочитаем, что все-таки более или менее какие-то положительные сдвиги в благоустройстве города, да, они произошли, но тем не менее, все-таки, видите, все-таки, ну, никак мы с грязью не могли справиться в то время, ну, и задумайтесь, сильно ли мы продвинулись вперед в этом плане, да, вот. Видите, как бывает актуально, да, вот. Ну, вот я уже выше говорила, что острая проблема – это санитарно-гигиенические правила, здесь небольшой маленький фрагмент документа, правила санитарной охраны, кстати, довольно такой серьезный документ, там листочков 20, по-моему, с оборотом, вот мелким шрифтом, вы знаете, все-все-все прописывалось, такое ощущение, что власти как бы начинались с чистого листа, то есть они должны были научить курганцев вообще самым элементарным правилам поведения, ну, вот здесь, например, да, такие вещи, например, что плевать на пол в помещении – это вообще-то непривлично, и каждое учреждение обязано было поставить пепель, ну, понятно, пепельницу для курков и плевательницу, да, то есть вот такие вот вещи, и мелочи-мелочи для всех, для всех учреждений, все это, конечно, прописывалось, между прочим, вещь очень актуальная, почему, потому что многие правила, которые возникли вот именно в середине 20-х годов, они актуальны до сих пор, все нормально, так и нужно, собственно говоря, регулировать вот санитарно-гигиеническую проблему, например, регулярный медицинский осмотр, ну, не знаю, продавцов, которые торгуют продуктами, это, например, охрана источников питьевой воды, ну, и много других вещей, которые, там, не знаю, вовремя там убирать сосульки и снег с крыш, да, до сих пор это актуально, и поэтому, конечно, все нормально, в духе времени власти, между прочим, реагировали на все вовремя и пытались создать такое благоприятное, я бы сказала, комфортное пространство. Другое дело, какими были курганцы, ну, сейчас мы до этого тоже доберемся. И все-таки где-то примерно в 1923 году, когда вот немножко голод утих, урожаи пошли, начала восстанавливаться промышленность, все-таки вот первые положительные результаты НЭПа у нас появились. Ну, конечно, в первую очередь за счет все-таки экономики, какие-то предприятия, повторюсь, были восстановлены, но самое-то главное торговля, согласитесь, с точки зрения обывателя, мы ведь не думаем, кто, что, где производит, откуда нам привозят, ну, как правило, да, нам главное, чтобы магазины работали, чтобы они были разными, да еще мы привыкли с вами к ночным магазинам, да еще мы с вами капризничаем, вот здесь вот не то, хлеб не такой и так далее. Конечно же, курганцы того времени позволить себе такого не могли, уже хорошо то, что торговля была разрешена, вот здесь вы видите как раз рекламу, да, пожалуйста, и свиньи, и яйца, замечательно просто, да, с голоду, по крайней мере, не умрешь. Маслоделие восстанавливается, да, которое тоже имело у нас богатые корни, конечно, традиции, не в том объеме, то, что было до революции, безусловно, вот, но тем не менее, ну, конечно, конечно, цен, основой была все-таки ярмарочная торговля, ярмарки, знаете, и торжки работали в лучшем случае два дня в неделю, в основном это один день в неделю, ярмарки были сезонными, например, вот октябрьская, декабрьская ярмарка, там июньская, мартовская, по-моему, ярмарки, то есть надо было все успеть закупить, все, что вам нужно, естественно, за этот период, а что там продавали? Естественно, все, что, значит, производили у нас в округе, в первую очередь, это сельскохозяйственная продукция, понятно, что это и кожи, и мясо, и масло, и так далее, а вот с промышленными товарами здесь у нас был вообще такой реальный напряг, это все завозилось, ну и, конечно, все, значит, я думаю, что, ну, кстати, банки вот открывались, можно посмотреть тоже, я рада просто, что фотографию нашла до 20-е годы, поэтому посмотрите, здание это сохранилось, здание Уралторга, понятно, что здесь вот мы видим тоже, как вот, значит, торговцы подъезжают, производители, я вот что хочу сказать, что все-таки спасали курганцев кустари или, попросту говоря, ремесленники, которые, ну, сидели там в своих мастерских, и вот, пожалуйста, можно было, раз товаров таких особо не хватало, для повседневной жизни можно было прийти, там, шапочку заказать, там, какую-то обувиночку шить, да, ну или даже, смотри, у нас в городе Кургане один живописец был, то есть, пожалуйста, видимо, для особо таких культурно развитых можно было портрет, значит, свой заказать, ну, для интереса, потому что это всегда вещь очень показательная, взгляните на цены, конечно, не сравнивайте ни в коем случае с современными ценами, в данном случае сами цены здесь не показатель, потому что нужно знать заработную плату, да, то есть и доход, доход был разный, очень разный, но вот единственное, пока до чего я добралась, это, значит, могу сказать, что в середине 20-х годов жалование младшего милиционера было меньше 35 рублей, ну вот смотрите, значит, фунт, это я напоминаю, где-то 400 грамм, фунт, это 16 с лишним килограмм, да, понятно, что это вам не на раз, это надолго хватит, но тем не менее, но опять же здесь вот нужно просто набрать еще материалы о том, о доходах людей, посчитать, дорого это, недорого было и так далее, ну и, конечно, все-таки основная часть населения, добавьте сюда, конечно, и безработных, значит, конечно, все-таки, ну, можно оценить этих людей как низкого материального положения, низкого материального достатка, поэтому, конечно, и одеваться людям было очень сложно, а за модой следить, это, наверное, вообще единица или молодежь, конечно, только следила, значит, ну вот в данном случае мы видим человека неизвестный, да, видим, явно он там, понятно, неблагоустроенный человек, но действительно в основном население буквально донашивало то, что осталось еще с дореволюционных времен, с военных времен, это какие-то фуфайки, это шинели, это валенки, да, и только, повторюсь, молодежь, об этом есть вот свидетельство, все-таки вот как-то пытались соответствовать той моде, о ней, в принципе, вам хорошо известно, да, немножко там юбки девушки укорачивали, парни, комсомольцы, кожанки носили, то есть туда-то мы, в принципе, с этим знакомы, может быть, из художественных фильмов и так далее, вот так оно и было, но в основном, конечно, длинные струги платья, юбки, платки и так далее, тем более, видите, разница между городом и деревней в то время была невелика, некоторые районы города не отличались абсолютно ничем от деревушек, вот тем более в основном 20-е годы была только частная застройка, у государства еще пока не хватало средств, это конец 20-х годов, когда будут приняты определенные планы строительства домов, а пока вот только частные дома, поэтому, конечно же, впечатление, может быть, создавалось такое больше о деревне, ну, вот здесь вот для примера, для сравнения, пожалуйста, это наша элита политическая, это руководство, вот, ну, посмотрите, насколько они там хорошо, плохо одеты, это тоже как бы нужно правильно оценить, да. Конечно, самой уязвленной социальной категорией оказались, безусловно, дети, неважно, да, были они в семьях и в семьях дети и болели, и, конечно, недоедали, ну, вообще велика была довольно, велика детская смертность, особенно в младенчестве, это вообще нас, конечно, нашу страну этим не удивишь, эти показатели у нас тянутся еще и с прошлых времен, безусловно, ну, считается, что все-таки к концу 20-х годов этот показатель удалось снизить, и вот вы видите фотографию детского сада, это тоже одно из достижений, да, отвезти ребенка в детский сад, а детские ясли, это еще, ну, прям хочется сказать, круче, да, это такое достижение цивилизации для того времени, конечно, и, естественно, одно из, скажем так, негативных последствий, это беспризорные дети, их было очень много, очень много детских домов, но, вы знаете, даже если и попадали дети в детский дом, то у них, я не знаю, вот, мне кажется, у них только крыша над головой появлялась, иной раз им приходилось спать на полу, там, какое там постельное белье, это вообще там, это роскошь для них была, или кровати даже, то есть они реально на полу спали, они там мерзли, у них была, может быть, там обувь, одни какие-то ботинки на трех, на четырех человек, которые они надевали, значит, по очереди, но, ну, по крайней мере, вот детские дома, и, кстати, с этим социальным явлением тоже удалось в годы НЭПа справиться, ну, а раз беспризорные дети, вы представляете, да, то это сразу же, конечно, рост преступности, то есть рост преступности, хулиганство вырос, в том числе за счет, вот, малолетних преступников. Ну, немножко скажу про образование, конечно же, несмотря на такие вот катастрофические финансовые трудности, тем не менее, открывались школы, школы точно так же открывались, без всяких там письменных принадлежностей, неважно, там есть столы, нет столов там, кто такие, педагоги, тоже непонятно, да, но школы открывались, кстати, это было время вообще экспериментов, вот почему мне нравится НЭП, потому что действительно очень много экспериментов было проведено, ну, например, было отменено так называемое предметное обучение, зато, вот, так сказать, в рамках формирования нового образа жизни, советской идеологии и так далее, конечно, очень много внимания уделялось политграмоте, обществоведению, трудовому воспитанию, физическому, кстати, именно вот физкультура стала самостоятельным отдельным предметом именно в 20-е годы, спорт это вообще отдельная тема, да, 20-е годы очень много вообще уделялось внимания именно развитию спорта, и в Кургане здесь у нас появились, ну, вот любые кружки спортивные, любые секции, вот любую, там, конькобежный, пожалуйста, шахматный, лыжи там и так далее, все что угодно, футбол, и проводились, тогда была вот такая вот, скажем так, скажем так, некая мулька, извините за такое слово, это проводить неделю, например, неделя спорта, неделя помощи ребенку там и так далее, то есть вот по неделям вот это устраивали, и соревнований очень много было, и ходили, конечно, любили ходить по улицам, значит, с плакатами, с различными лозунгами, в том числе очень знакомыми и актуальными, да, например, там, здоровом теле, здоровый дух, да, мне кажется, это к любому времени подойдет, к любому, к любой власти и так далее, то есть, конечно, боролись с неграмотностью, тут вот, значит, понятно, что тут это в плюс, и, естественно, идет, мне понравилась вот эта реклама, рекламы было очень много, естественно, кроме образовательных различных учреждений, школ, ликпунктов, естественно, у нас снова начинает работать кино, опять можно посмотреть кино, мне понравилась почему, потому что здесь написано, да, кто не видел ни Белунгов, тот не Курганец, да, то есть можно этот слон, как бы слог использовать, наверное, в дальнейшем, да, вот, но, кстати, между прочим, кстати, названия картин были очень интересные, вот сейчас, если вспомню, значит, одна из картин была, поразила меня почему-то, значит, про времена Ивана Грозного называется «Крылья холопа», как вам такое словосочетание вообще, что там было, каков там сюжет, конечно, не знаю, вот, но, между прочим, кроме кино в 20-е годы очень популярен был театр, вообще это время всплеска театральной деятельности, то есть, наверное, театр, вот, наверное, по своим формам, он, по своей гибкости, он, может быть, имеет более сильное воздействие на аудиторию, потому что ты непосредственно переживаешь процесс, да, очень многие формы были опробованы, какие-то буфонады, театры, там, постановки, митинги и так далее, то есть там вообще нет пределов фантазии, ну, и такое сильное, конечно, воздействие на население, он, кстати, работал, у нас, кстати, были театры, в том числе и непрофессиональные, это тоже была такая фишка времени, значит, так называемый театр «Марем», то есть без расшифровки там некоторые слова не поймешь, да, это мастерская революционной миниатюры, но мы до сокращения еще с вами доберемся, конечно же, то есть, в принципе, постепенно культурное пространство заполняется, театры, кино, фотографии, вот, пожалуйста, типичная застройка, редкая тоже вещь 20-х годов, значит, можно погулять, сады разбиваются, парки, такое вот появляется только как бы чисто городское времяпрепровождение, вот представьте, в деревне ведь не сложно представить, что семья вечером, да, значит, не знаю, убрав там за коровой, решила прогуляться, да, вот как бы здесь вот фонтанчики какие-то появляются, это чисто вот такой вот городской отдых, и вроде бы все налаживается, но еще один пример, потому что, значит, очень такой типичный для своего времени так называемый крестьянские или народные дома, народные, потому что они строились на пожертвования, безусловно, не на государственные средства, для чего были нужны народные дома? Для социализации крестьян, то есть приезжает человек из села в город, да, он растерян, не понимает, что происходит, да, и он вот, пожалуйста, он может здесь переночевать, он может здесь почитать газету, послушать музыку, да, пообедать, послушать какую-то просветительскую лекцию, да, кстати, этот народный дом, он строился на месте нынешнего драмтеатра. Но самое главное, это все-таки не благоустройство, не здравоохранение, хотя тоже больницы появляются заново, там, зубоврачебный кабинет, это тоже такое достижение, там, скорая помощь, все это было, но самое главное, это, конечно, борьба за новый быт, это я прям цитирую документы, формирование нового образа жизни, вот что было главным, потому что экономическая свобода это одно, а все-таки власть оставляла за собой контроль над общественной и культурной жизнью, поэтому курганцы должны были вместе со всеми гражданами новой страны отмечать новые праздники, не религиозные, а абсолютно новые праздники. Родился ребенок, ни в коем случае, есть ЗАГС, хотите вы устроить свадьбу, значит, ни в коем случае не в церковь, нужно идти в ЗАГС, ЗАГСы в это время как раз, значит, собственно, и появились. Новая метрическая система вводится, да, очень много новых явлений, привычек, между прочим, многие из них вполне положительные, нужно к ним совершенно спокойно относиться, ну, вы посмотрели, да, какие праздники, нам-то это более привычно, а курганцам это было не так просто принять, когда вдруг резко им говорят, да, то есть веками они делали так, и вдруг нужно поменяться, а еще представьте, старшее поколение смотрит на молодежь, у них какая-то красная свадьба, красная Пасха, что это такое, да, ну, субботники, ладно, это еще понятно, красные посиделки, вот у нас с вами почти красная посиделка, потому что мы с вами, видите, говорим, значит, размышляем там о личности, мы образовываемся с вами, мы просвещаемся, вот у нас с вами красная посиделка, так бы сказали курганцы в 20-е годы, общественная жизнь просто бурлила, бурлила много различных обществ, все в аббревиатурах, так просто не разобраться, да, представьте, вы недоедаете, носить-то вам и нечего, а вы еще вступаете в международную организацию помощи борцам революции и помогаете каким-нибудь там чешским английским коммунистам, денежку свою копеечку еще отдаете или вещички какие-то отправляете. Ну, общество долой неграмотность, вещь очень прогрессивная, считаю. Всесоюзное добровольное пожарное общество, пожары это тоже бич, бич нашего города, потому что деревянные постройки в основном, постоянно тоже там пожар, там пожар и так далее. Добровольное общество содействия химической промышленности, потому что оборона на первом месте, общество друзей воздушного флота, то есть вот такие вот названия, но все-таки колорит эпохи придавало другое общество. Это союз безбожников, которое и у нас тоже было в Кургане, и не одно отделение, и газету выпускнула, газета не местная, газета центральная. И, кстати, антирелигиозная пропаганда была, как вы видите, довольно агрессивной, довольно агрессивной. Но давайте не будем оценивать это все однозначно. Еще раз повторю, время противоречивое. Для себя я точно не решила, каким все-таки был город Курган и какими были курганцы. Почему? Потому что все-таки борьба с религией, она понималась как борьба за просвещение, за повышение культурного уровня, борьба с невежеством и суевериями, потому что из-за этих суеверий курганцы могли, например, не обращаться к квалифицированной врачебной помощи. Ребенок мог умирать, а мать не пускала врача на порог. То есть это вещь достаточно серьезная. Но с другой стороны, конечно, вы понимаете, священнослужители, церковнослужители были объявлены фактически, ну, в кавычках, конечно, вне закона, потому что и вот где-то с конца 20-х годов начинается закрытие церкви. Церковь Александра Невского была закрыта в 29-м году, по-моему. Эти здания изымались, но вы знаете, другие соборы, они позже были закрыты, потом разрушены и так далее. Значит, это еще ладно, если в церкви какой-нибудь склад сделали или взяли и отдали под народный дом. Это еще хорошо, да, не сохранялось, да, а вот когда вообще бесхозным оставалось, то они там разрушались, безусловно. Вот, кстати, о репрессиях сейчас я не буду вам говорить, у нас просто формат не позволяет, конечно, но мы это держим, конечно, в голове. Говоря о повседневной жизни курганцев, невозможно не думать о том, что все-таки, значит, репрессии были. Они, конечно, не были такими, как в 30-е годы, они не приобрели еще таких грандиозных масштабов, но, извините, если вам не повезло, в кавычках, если у вас кто-то из родственников, ну, такого не очень правильного происхождения, ни из крестьян, ни из рабочих, то есть дворянского происхождения или какой-нибудь родственничек, не дай бог, уехал за границу, то вам, конечно, не повезет, то есть вас из работы могут выгнать и назвать вас неприятными словами контрреволюционер, лишенец, антисоветчик, все что угодно, да, вот, поэтому, конечно, вы становитесь как бы изгоем, да, ну, а дальше уже и другие варианты были похуже. Ну, вот не будем пока про это говорить, но это есть. Еще один сюжет очень интересный, это, конечно, так называемое раскрепощение женщин. Все вы знаете такую поговорку, значит, курица не птица, баба не человек. Вот встречаюсь я в одних документах, это документы горкома партии за, опять же, 20-е годы, конечно же, рассказывается такой случай, что в одном из районов, это не про Курган, но все равно расскажу, в одном из районов решили, женщины решили, что это же вообще нас позорит, это нас унижает, давайте поставим спектакль, знаете, с каким названием, курица-птица, баба-человек, да, то есть вот они вот так вот боролись за свои права, вот, значит, ну, вот видите, нам смешно, конечно, я думаю, что в то время, конечно, женщинам было, безусловно, не смешно, были созданы даже так называемые отряды по борьбе за права женщин, женоделы назывались, значит, которые вели, ну, понятно, политическую агитацию, политическое просвещение, просто просвещение, там, например, какие-то гигиенические вопросы обсуждались, и, в принципе, кроме вот таких вот идеологических моментов, они просто, значит, помогали женщинам в сложных жизненных ситуациях, там, кого-то там муж избивает, или, может быть, там, вдруг хочется развестись, это что-то новое, как это развестись, да, или там какие-то трудности в воспитании детей, в принципе, тоже вот женоделы сделали, конечно, много хорошего, но это все же очень шло трудно, раскрепощались женщины, очень тяжело, и мы видим, да, особенно мужья, особенно, конечно, на селе, в городе вроде как бы получше было, посвободнее, но, тем не менее, конечно, не так просто, да, вот, значит, но вот я тут несколько рассказала все-таки, какими же были курганцы, и как они воспринимали, принимали вот эти вот нововведения, конечно же. Одной из главных проблем курганцев на прошлых, скажем так, поколений, это было, конечно, пьянство, хулиганство и самогоноварение. Если вы почитаете газету «Красный курган» за этот период и любые другие документы, вам станет вообще как-то жутковато, такое ощущение, что вообще просто пили и хулиганили, такое ощущение складывается, конечно же, да, вот, поэтому каждый год выпускались так называемые обязательные постановления, которые что только не придумывали, ну, давайте вот ограничим продажу спиртных напитков во время праздников, знакомо вам, да, это нам знакомо, а давайте вот просто регламентируем выдачу там на разлив в одни руки и так далее. И даже, например, такая была небольшая инструкция, то есть, если продавцам, то есть, если к вам подходит, значит, по виду пьяный человек, ему уже не продавать, да, вот как они, интересно, это все определяли, да, вот, на самом деле, да, пьянство, хулиганство и так далее. Я специально для вас привела пример, опять же, документов конца уже НЭПа, что несмотря на все меры, как мы видим, это было, ну, не знаю, у меня такое ощущение складывается, что это просто было бесполезно. Еще раз повторю, все-таки небезопасный был город, пьяные компании вечерами стреляли в городе, драки, пени, нецензурные крики, громкое пение я имею в виду, нецензурные выкрики какие-то и так далее, плюс бродячие собаки, вспомните? Ну, как-то не знаю, как-то не очень хочется, хотя все историки мечтают, что если будет изобретена машина времени, то все историки не в будущее полетят, а в прошлое проверить, так ли это было на самом деле, как мы здесь, конечно, рассказываем и реконструируем. Если мы с вами бы, если бы мы попали в то время, я думаю, мы бы не поняли современников. Вот, пожалуйста, вы читаете газету «Красный курган», это какой-то, что это такое? Это какие-то ужасы, да, вот, «Женщина и мопр», «Работа коков слаба» и так далее. Ну, мы уже знаем, международная организация помощи борцам революции, это у нас крестьянские общества взаимопомощи, комитеты по-разному их назвали, это вы уже запомнили общество, «Долой неграмотность», да, ну, «Комса» это вот такое название. Аббревиатур было, конечно, очень много самых разных, вспомните еще имена, все вы знаете, «Февралина», «Апрелица» это еще красиво, да, прям как коров, да, называли, «Доздроперма», «Вильгельм» и «Вилей жуткий», да, и вот эти сокращения просто заполонили, засорили язык, вот, филологи, особенно, вот, занимаясь этой проблемой, конечно, более подробно рассказывать о том, что просто невозможно было общаться, вот, попробуйте расшифровать, сексот ничего не имеет, никакого отношения к сексу не имеют, как иногда думают студенты, которым я это рассказываю, да, это секретный сотрудник, да, и так далее. А Кринко замечательная организация, между прочим, вот, одной рукой репрессируя курганцев, другой рукой власти, значит, создавали систему такой хорошей социальной защиты, окружное объединение инвалидов, то есть инвалиды могли где-то работать, хоть как-то себе на кусок хлеба зарабатывать, там, дома слепых, значит, появлялись, где кормили этих людей, как-то содержали, помогали, санаторно-курортное лечение тоже зарождается в 20-е годы, и рабочие, которые тоже в плохих условиях, честно говоря, работали, там, и антисанитария, и высокий уровень был несчастных случаев, ну, по крайней мере, уже могли попасть, значит, съездить на курорт и так далее. Ну, все расшифровать и так далее. Да, то есть окружное объединение инвалидов, секретный сотрудник, это тот, который с органами ГПУ сотрудничал, докладный, жакты тоже делая весьма хорошее, это жилищно-артельное коммунальное товарищество, которое строительством занимается, комса, это такой вот комсомол сокращенно, дом-зак, это дом заключения, тюрьма, и компом, это комитет помощи, ну, тут их много было, были, например, как вы расшифруете, потель работники, ужасное слово, это почтово-телеграфные работники, все очень ровно, Чиквалаб, чрезвычайная комиссия по, там, заготовке валенок и чего-то там еще, лаптей, лаптей, лаптей валенок, да, то есть очень много, в литературе, конечно, это, значит, хорошо описано, ну, у меня такое впечатление складывается, ну, я, как вам и обещала, немножко такую жутковатую картину, неприятную я вам нарисовала, поэтому в завершении все-таки мне хотелось бы увидеть, что, может быть, и не так все было плохо, почему, потому что население это города Кургана, оно увеличивается, конечно, демограф скажет, а вот за счет чего это увеличивается, за счет естественного прироста, или, может быть, кто-то к нам приезжает, я скажу, ну, даже если кто-то к нам приезжал, они здесь оставались, это тоже, наверное, неплохо, и вот в итоге, в итоге все-таки не будем, значит, для себя создавать однозначно отрицательный образ курганца, который пьет, хулиганит, да, не знаю, рвет цветы на клумбах, не знаю, там превышает скорость, кстати, по улицам города у нас одновременно ездили телеги, велосипеды, первые машины легковые появились, и скот точно так же ходил, кстати, в газете Красный Курган писали, что это вообще непонятно, что у нас творится на улицах, везде там коровы, козы гуляют запросто, да, что это за город там, и так далее, кстати, предельная скорость для легковых машин была, никогда не догадаетесь, сколько, 15 километров в час, не более 15 километров в час, да, что автомобилисты скажут, я не знаю, да, вот, с одной стороны, курганец вот такой вот, не очень умеющий себя вести, еще не совсем принимающий эти новые правила, а с другой стороны, курганец, это одновременно, да, естественно, были такие, это спортсмен, прям как в фильме, да, спортсменка, комсомолка и так далее, и город Курган, он тоже только-только вот восстанавливался, но пусть за вот это вот даже не десятилетие, пусть совсем мало прошло времени, но все-таки вот те культурные учреждения, школы, которые появились, многие привычки, санитарные правила, о которых я говорила, вот они все-таки задали основу и вектор дальнейшего, все-таки я считаю, более такого положительного, прогрессивного развития города Кургана. Вот, я боялась, что я не уложусь во время. Ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ